Шел и макс с боевой дружиной, Выращали кого тише, И дружина его пружина, А можно, пожалуйста, разговаривать потише, Девочки мешаем, ладно? Шел и макс с боевой дружиной, Выращали кого тише, И дружина его пружины, Жел широкий, седой ютыш, Отразились в воде кольчуги, Кокня, шлемы, Скула стыст лит, И поплыли на север струги, Словно стая тяжелых птиц. Русь окраинная, Край бублюмы, Плеск волны, да полет крыла, А тебе, гельмаковый длин, А тебя, каждый из мак весна, У грибцов тяжелые труки, Вздыбив конницу красный яд, Смерть каленую, Меча в луке, неразбитых еще татар. Русь окраинная, Край бублюмы, тяжесть коварная кольчук, Зашептался шатерка чума, От березовых крыльев струг. Спит гельмаков, не забыть его, но объект. Русский, сказочный богатырь, И лежит в его изголовье, Отвоеванная Сибирь. Здравствуйте, я представляю проект Гельмак, Сибирская висея. Я Крайоносу Магалита, из 5-го А-класса, 1-й школы. Когда мы говорим о первопроходцах и о путешественниках, Необходимо вспомнить о казачьем атомальном Погорителе Сибири Ермаке Тимофеевича. Конечно, он не был первооткрывателем Сибири. Им по праву считается Александр Абабонович, Новгородный воеводор. Главная заслуга Ермака – это присоединение К русскому государству с сибирских земель. Достоверной информации о происхождении Ермака Тимофеевича нет. Во многом сведения о нем, подчеркнутый из летописи, Весиповской, Строгановской, Ремисовской. Факты вмешались с легендами. Николай Михайлович Карамзин писал, Что Ермак родом неизвестный, дышал и знаменитый. Некоторые историки считают, Что его настоящее имя – Василий Тимофеевич Оленин. Атаман мог носить православное имя Ермалай, От которого и произошло совпрещение – Ермак. Родился Ермак Тимофеевич, предположительно, в 1532 году. Дата смерти – 6 августа 1585 года. Родился Ермак на берегах Львича Савая, в Сибири. По-другому месту его родители жили в Качалинской станице на Томуфе. До того, как отправится в Сибирь, Ермак был казацким воеводой во время Ливонской войны. Ближайшими его соратниками были воеводы Иван Кенцов, Матвей Щеряк, Никита Пан. Некоторые позже отправятся вместе с ним на завывание Сибири. В 1574 году купцы Строгановы получили от царя жалованную грамоту на землю Зауралы, париконтура Тагога и разрешение строить хлебости на Абим и Эль-Теше. В 1577 году Строгановы пригласили Ермака приехать в Сибирь. Они хотели принять его для охраны своих владений от набегов сибирского хана Сучума. Раньше сибирское ханство поддерживало добрые отношения с русским государством, ежегодно выплачивая дань кушнинику. Хан Кучум прекратил выплаты даней. Начал вытеснение Строгановы, Западного Урала, Сребчусовой и Камы. Строгановы нуждались вооруженных людям для защиты своих владений. Поход Ермака в Сибирь был в интересах всех сторон. Царь получал новые земли, Строганова – безопасность, а Ермак и Казаки получали официальный статус государственных людей. Поход против Кучума был хорошо подготовлен. За 100 отряда входило 540 казаков и 300 ополченцев от Строганов. Основными дорогами в Сибирь являлись вейки. Поэтому было построено около сотни стругов, больших родов, на которых помещалось 20 человек с запасом удовольствия. Поход начинался 1 сентября 1581 года или 1582 года. Новый год начинался 1 сентября, поэтому возникла пухница дар. Казаки отправились в поход из городка Орел. Что же известно о переходе дружины Ермака в Зорвичу Совой до берегов Табула? Очень мало. Сначала отряд был по реке Хамер, потом вверх по реке Чусовой. Движение лодок очень замедляло сильное течение. Затем путь отряда пролегал по реке Селеглянки, к Тагибским перевалам. Там было удобнее перебраться через уральский филет. Путь был очень тяжелый. Казаки с топорами в руках прокладывали себе путь. Полили деревья, рубили просек. Лодки шерстут снести в горы на руках. На перевале казаки построили земляное крепление. Кругл городок и остались на зимовку. Во время зимовки Ермак отправил отряд с подвижников, разведывая более южный путь по реке Нейпин. Весной 1582 года отряд Ермака спустился по реке Баранча, а потом по рекам Тагил и Туран, границам сибирского ханства. Казаки дважды сумели нанести сокрушительный удар под сибирским татаром и обратить в Белевство, большое войско, которое руководил хан Кучу. Потом атаман с дружиной совершили походку в Кишу и в августе разгромили отряд из 15 тысяч воинов. 23 октября 1582 года состоялось историческое сражение на берегу и тиша у Чувашского мыса, где отряд Ермака вступил в бой с превосходящими силами Кучума, в войском которого командовал его лучший военачальник Манетху. Кучум проиграл сражение. Взятие Искера произошло спокойно. Казаки из города устроили молебен в день памяти святого Дмитрия Солунского. Жители Искера сами открылись чужакам двери. 26 октября 1582 года Ермак вступил в столицу сибирского ханства. Городом Искер был назван Сибирь. К сожалению, сейчас остатки города сметают и шоу. После разгрома войска хана Кучума местные сибирские времена стали считать Ермака своим господином и преподносили ценные дары, которые назывались Ясад. Летом 1583 года отряд Ермака продолжил совершать походы по рекам Иртыши, Ход и Тапта. Местные жители выражали покорность и присягали на верность русскому целю. Некоторые исследователи считают, что Ермак шел по рекам из оконной земли, рассчитывая на авось и на военную удачу. Может, у него была карта, подобно этой. Или, как уроженец этих мест, Ермак очень хорошо знал многие местные реки. Это позволяло ему свободно по ним передвигаться. Во время своих походов и разведывать новые водные пути, что помогало изучению Сибири. Атаман Ермака перешел через эти горы, направляясь к истокам реки Ницца. Эти реки Ницца, Дор, Верхотунка, Тобол, Авдора, Пемнин, Север, и еще другие, все впадают в большую реку Куо. Так описывается водный путь Ермака, книг голландского картографа Николаса Винсена, Зеверная и Восточная Тартария. Завоевание татарских воротов не всегда было видно, казаков становилось все меньше. Войска Ермака было необходимое подкрепление, но даже помощь Ивана Грозного не помогла. Царь прислал 300 ранников, но зимой в 1583 году по 1584 годах от голода умерли все стрельцы и большая часть казаков. После смерти Ивана Грозного в 1584 году контроль над Сибирью был ослаблен. Хан Кучум вновь стал совершать нападение на остатки русского войска. В августе 1585 года войска Кучума осадили Кашурик. 6 августа казаки вышли из города и остановились на ночлег на реке Багай. Кучум вероятно напал на казуков. Погибли почти все. Ермак пытался добраться до струга, но две кольчуги утянули его на дно. Есть версия, что атаман был ранен двойным копьем. По легенде, перед последней битвой ему явился Николай Можайский и предупредил о гибели. Но Ермак не отказался от своего дела. Для русского Сибирь важнее жизни. И по мнению ученого летописца Семена Ремезова, Ермак приносит себя в жертву. Тело Ермака было вылуплено из реки спустя неделю. Катары несколько дней проверяли в тело из луков. Но, по словам очевидцев, тело пролежало на воздухе месяц и не разлагалось. Место захоронения Ермака точно неизвестно. Существует три версии его погребения. Катарские предания гласят, что это деревня Баишева, недалеко от места, где погиб атаман. Вторая версия. Ермак был похоронен в фашлыке, где сто лет назад, при раскопках городища, городища, были найдены некоторые детали одной из его предчинств. По новой версии, останки Ермака находятся в Башкирии. Остатки отряда Ермака вернулись в Россию. Но Сибирь не была потеряна для России. Туда стали постоянно отправляться отряды служебных людей. Они воевали с Хучумом. И в 1598 году окончательно разбили его войско. На завоеванных сибирских землях русские землетроходцы стали строить островик, небольшие укрепленные поселения, а затем и города. Были построены крепости Тюмень, Тобольск, Верху Турья, Березов, Нарын и другие. Вслед за казаками в Сибирь пришли торговые люди, беглые крестьяне. Они успешно уживались с местными народами, взаимно обогащая опыт друг друга. Главная заслуга Ермака считается присоединение Сибири к России, сбор информации об этих малоизучных землях, активное изучение территории современного прибайкалька. Ислуга Ермака и в том, что географические сведения, полученные путешественникам в Сибирском походе, были в числе других, использованы западноеврейскими географами для составления карт Северной Азии. Поход Ермака послужил началом эпохи великих русских географических открытий в Северо-Восточной Азии и, в конечном итоге, способствовал выходу русских землетроходцев к Тихому океану. Спустя 440 лет память о Ермаке живет в народе. Ему установлены памятники во многих городах России. Именем картомана названы площадью, крейки, корабли, спортивные команды, снятки. Стих мы нашли на интернете. Я готова выслушать Ваши вопросы. Так все очень интересно, благодарю за вами правильно, так очень нравится. Спасибо.